Доброе утречко! Хотела вам показать банку, которую я купила недавно в Фикс Прайсе, и мне очень она понравилась. И теперь в ней у меня хранятся спагетти. Это очень удобно. Пока буду готовить себе чай. Кто-то возьму липтон, типа очищающий. Ну, вкусненький, кстати. Уже не знаю, насколько там он очищает. Я сомневаюсь в этом, но такой приятный пить. Кстати, хотела вам рассказать про хумус. Хумус, как правильно, с кедровыми орешками. Очень мне не понравилось, вообще какая-то гадость. Хотела вам показать, как он выглядит. Открываю. А там... Та-дам! О, Господи, это умерзительно! Я знаю, что я за Настей в школу. Буду её забирать сейчас. Погода просто шепчет. Видите, какой мой лук. Тут же были выборы на Украине. Вот. И я вообще, если честно, очень далека от политики. И когда я в инстаграме натыкалась, там, на сообщение, типа, я за Зеленского, я за Зеленского, я вообще не понимала, кто это. Думаю, ну, просто какой-то там чувак. И тут я увидела его фотографию и смотрю, а это этот комик с КВН. Я вообще офигела, потому что я помню, я помню, я смотрела КВН, я помню его. И тут, бац, и он президент. Одета как раз в цвет Украины, мне кажется, немножко. Но я просто в шоке. Я в шоке, что может победить такой человек на выборах. Я ничего не говорю, в том плане, плохо это или хорошо там. Потому что я вообще совершенно не слежу за политикой. Может, реально крутой чувак будет. Но это просто, я очень удивилась. Так, нам привезли одну посылочку. Настя не знает, что здесь. Смотрите, какая красота. Вот, ну и сейчас вам расскажу про сам интернет-магазин Минерал Маркет. Сейчас вы на экранах можете наблюдать, как он выглядит. Это основной их сайт. В этом магазине представлены только натуральные камни, которые имеют сертификат. Можно подобрать изделия как для детей, так и для взрослых. Огромный выбор украшений для женщин. Кстати говоря, на сайте есть калькулятор, с помощью которого вы можете определить свой талисман. Мой талисман называется Нефрит. Такой зеленый красивый камень. Естественно, я вообще об этом не знала. На сайте огромный инструмент. Так что обязательно зайдите, посмотрите. Я уверена, что вам понравится. И вы выберете что-то для себя. Оффлайн есть магазины в Москве, в Санкт-Петербурге. В общем, ссылочку оставлю в описании. И сейчас я вам поближе покажу набор, который мне прислали. И ко мне поближе подпишу. И я уверена, вам очень понравится. И я постараюсь сейчас красиво, близко поснимать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Наконец-то выздоровели. И будем ходить в школу. Последний месяц остался, так скажем. Кстати, хотела затронуть школу. Многие спрашивают. Марина рассказывает побольше афишек школьных. Там о родительском комитете. Ну, в общем, жесть какая-то нужна. Поэтому сейчас я вам расскажу то, что меня не устраивает. Знаете, что меня бесит в родительском комитете? Несмотря на то, что они у нас молодцы. Там прям... У нас родители очень ответственные. И в чате у нас крайне редко бывают какие-то ссоры, скандалы. Переписка в WhatsApp у некоторых бывает просто трешовая. У нас, слава богу, всё нормально. Единственное, что меня не устраивает, это то, что... Как только нужно на что-то сдать. Какую-то денежку, да? Например. Вот какой-то там надо учебник или книжку что-то купить. Там скинули все по 213 рублей, да? Или, например, нужно на то-то, на то-то. Вот мы покупаем в класс, допустим, вот это. И с каждого человека по 23 рубля 50 копеек. И так в месяц несколько раз. Мне это так бесит. Каждый раз скидывают там по 23 рубля, там по 41 рублю, там 200 рублей. Знаете, мне не жалко денег, да? И я за то, чтобы вот просто взять и сдать, допустим, тысячу хотя бы. Просто вот взяли, каждый скинулся по 1000 рублей. И родительский комитет уже пишет, допустим, в WhatsApp, да? Так-так-так-так-то, нужно столько-то денег с каждого человека. Все, все согласились. И никаких заморочек. Нет, надо вот это, знаете, каждый раз переводить по такой сумме. Так, просто, знаете, вот эта мелочь так раздражает. Вот каждый раз там, ну, повторюсь, скидывать по такой маленькой сумме. Мне лично это не нравится. Я за то, чтобы сдавать деньги, не знаю, скидывать таблицу, там в Excel или где, сколько было, что потрачено, сколько осталось денег. Ну, такой, знаете, мини-отчет, хотя я доверяю нашему родительскому комитету, как бы, и абсолютно уверена в том, что они никого не будут обманывать. Напишите, как у вас, кстати, как... Блин, мне тут наггинсы горят. Не горите наггинсы, не надо. Сейчас я вас оберчу и спасу вас от этой жестокой смерти. Что будет интересно почитать, есть ли у вас какие-то такие проблемы в школе, ну, вообще, как вы общаетесь в родительском чате, есть ли какие-то проблемы, скандалы, может быть, что-то у вас там посерьезнее будет. У нас вроде так более-менее тихо, спокойно. Поначалу еще, когда мы только, видимо, притирались к родительскому комитету, были там какие-то такие моментики, но это буквально месяц потом все стало нормально. Вот, то есть меня, в принципе, родительский комитет устраивает полностью, вот, сколько нужно денег, я все дам, только не трогайте меня. Я считаю, что родительский комитет все-таки, они, конечно, молодцы, берут такую большую ответственность, закупают, там что-то покупают. Сами вызываются в родительский комитет, они от этого ничего не имеют, как бы, им за это не платят. Напишите, кстати, может, кто-то из вас есть в родительском комитете, и вы знаете, в чем прикол и подвох. А может быть, просто у вас очень много свободного времени, и вам нечем заняться, тогда тоже могу понять. Сейчас, Настя, вам расскажут что-нибудь про школу, какие-то приколюхи. Расскажешь? Ну, первое, то, что меня это чуть-чуть того... В смысле? Расскажи, кстати, многие спрашивают, как вас кормят в школе? Плохо кормят, нам всегда дают только кашу. Одну кашу. Какую? Овсяную. Да ладно, ты же говорила, что вам дают там и запеканку, и омлет. А вот теперь, мне Саша сказал, нам теперь дают только кашу. Пока ты болела, всех перевели на кашу? Да. А сегодня что было? Каша. А для меня кашу вообще поделать. Ага. Мы делали... Ммм... В среду, потому что нам все время по средам давали на завтрак запеканчик с творогом, с огурченочкой. Мг, по среду. А сейчас дают кашу! Нравятся котлеты рыбные? Я котлеты... Я рыб не люблю. Ты рыб не люблю. Ну, тебе же нравится рыбная котлета в школе? Ммм... 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 В общем, есть такая проблема в школе, не выпускают их из класс... Все одноклассников выпускают в коридор... В смысле из других классов? Ну, первоклассников, все. Других. Да. Ну, а наш класс... Сидите тут. Иногда даже открывают форточки, вот. Или там мерзнет. Или там мерзнет. Перемене. Другие классы первые выходят в коридор. А вы сидите в классе, и при этом еще открывают форточку, и вы там мерзнете. Да. Но иногда открывают форточку. Угу. То есть вы целый день сидите в одном классе? Да. Только иногда выходите в туалет, да? Да. И что учительница говорит? Ничего. А вы не задавали ей вопрос, почему она так жестоко поступает? Задавали. А она что? Она сказала... Я уже не помню, что она сказала. Она будет опять задать. И, кстати, теперь каждую неделю по средам будет... Мы можем сесть куда угодно, с кем угодно, как угодно, но потом на следующий день уже... А правильно на свои места садится. Такое новое правило? Да. Каждую неделю по средам. Почему? И так же среда. А я усну. Странная какая-то фигня творится в школах. Как я не сможет. Наконец-то они дождались мороженое. А вот ищите. У тебя, Настя, покажи, какое. Вот такое. Мы с Сашей ели. У него... У этого мороженого внутри трубочки жвачки. Ну давай, спакуй, посмотрим. Катя, Чуша, а у тебя какое? У меня вот такое розовое. Катя... У Кати все розовое. У нее даже мороженое розовое, да? А почему? Ну, с Сашей, у меня розовое тебе ел. Собственно, вот так вот выглядит Катина мороженое. Ну все, ну тебе покажи. С дыркой. С дыркой. Угу. Подожди, это как фруктовый лед? Да. Ну смотри, с ним надо обязательно за столом кушать. А я пойду за столом. А тарелку? Ой, тарелку. Я знаю, где это мороженое окажется скоро. Ммм, не бойся. Под столом. Посмотрите, какая у меня новая крутая кружка. Она даже называется типа мрамор или что-то такое. Очень мне она понравилась. Вообще, я ее купила у мамы, но забрала себе сюда. Вот. А, кстати, у меня еще есть одна суперская кружка. Дорогая. Вот эта, кстати, стоила, наверное, рублей 130. Я ее по скидке ухватила. А вот эта кружка просто. Я так ее давно хотела. Я на Алиэкспрессе, похоже, видела. Вот такая вот крышечка с ложкой. Ложка, не знаю, уже где-то лежит. И вот такая кружечка стоила, по-моему, рублей 700 с чем-то. Я, ну, повторюсь, я очень давно хотела. Очень нравится. Красивая, да? Согласитесь? Классная. Сейчас мы с Катюшкой будем вешать белье. Это что? Что там? Татьяна у черта. Как будто... Маме на столе. В общем, хочу я купить этот самый ручной такой, типа, отпариватель. То есть он такой маленький, знаете, он недорогой. Я нашла там один от Бош, не от Бош. Не помню. Фирму, в общем. И там он вот такой вот. И стоит в районе двух, там, трех тысяч. И ты прям можешь вот так вот, допустим, высохло у тебя что-то. Тебе надо срочно там, чтобы не гладить. Взял бы. И ты прям прошелся, и у тебя красота. Напишите, есть ли у вас такой помощник по дому. Потому что мне очень интересно почитать ваши отзывы. Хотя я в интернете почитала, и многие хвалят. И многие уже отказались давно от утюга. Вот. Поэтому я хочу такую штуку приобрести. Потому что сейчас начнется лето. Вот это футболочки. Все это я ненавижу гладить. Для меня это, знаете, просто спасение будет. А если вдруг у вас есть какая-то модель, уже все проверенное, вы пользуетесь давно, то тоже напишите. Все, последние вещи и все. Да, последние вещи и все. Все, настало. Да? Ну, молодец. Выключай свет. Умничка. Помощница мамина, да? Мы с ними учились. Выходим гулять. Будет Настя сейчас вспоминать, как кататься на роликах. Открываем сезон роликов. Еееее! Это еще раз. Опять. Есть, кстати. Нет? Нет, они наоборот не включены. Идите позвольте. В общем, Настя учится кататься. Мы пока на покрытии катаемся, тут намного легче. Если она перейдет уже на асфальт, там уже посложнее. Она боится, она боится упасть. А ты поначалу даже стоять не могла. Ну как, сложно? Сложно. А ролики красиво смотрятся. У нас еще есть ролики, мы дарили Насте как раз годика на 4, вроде бы, если я не ошибаюсь. Мы их потеряли, мы не можем их дома найти. Так бы я уже и на Катю могла надеть первые Настин ролики. Там и защита есть, и все, надо докупить Насте защиту. Я не хочу предупреждений, честно говоря, нет большого дела. Как только ты можешь показать мне хороший момент, я не боюсь. Подписывайтесь на канал. Почему? Ну потому что там очень трясет. Субтитры сделал DimaTorzok